Судя по всему, придется привыкать, что помимо четверга, теперь еще и понедельник становится тем днем, когда в игре происходят какие-то изменения или появляются какие-то новости от разработчиков. Ведь неожиданно, без каких-либо анонсов и прочего, слухов и подводок, Konami объявили о скором релизе версии 1.1.2, в игре стартовал новый увлекательный ивент, а также произошло много чего интересного, что и предлагаю обсудить в рамках данного ролика. Я рад вас приветствовать на канале Реалии Стекпес, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну а в комментариях пишите, что вы думаете по поводу всех этих новостей. Но мы начинаем. Опять-таки, как недавно мы говорили в одном из роликов, а в частности в последнем ролике, наши слухи и в частности предположения Ренана Гальвани подтвердились. 30 июня выйдет обновление игры до версии 1.1.2. Ее подробности не разглашаются, разве что Konami объявили, что все игроки после обновления получат одну случайную сделку. Что она из себя будет представлять, по какому паку это будет случайная сделка, неизвестно. Но учитывая, что обновление выйдет уже в предстоящий четверг, скорее всего обновятся паки с легендами. И скорее всего у игроков будет случайно крутка по пакам с легендами. Если у вас есть иные предположения, друзья, то обязательно поделитесь ими в комментариях. Опять-таки, разработчики не раскрывают подробности новой версии, что нам стоит ожидать, какие изменения в игровом процессе, какие новшества и т.д. и т.п. Но скорее всего, как мы и говорили в недавнем ролике, скорее всего немного обновят базу игры, чтобы уже на следующий день представить обновленных игровых партнеров, убрать старых и т.п. Не дожидаясь, когда игра встанет на рельсы стабильного игрового процесса, обзаведется множеством интересных онлайн и офлайн режимов, Konami запустили новый обширный ивент в eFootball 2022. На самом деле, это калька и в целом продолжение глобального ивента, который уже был в 2020 и в 2021, но тем не менее, его старт так или иначе, но радует. Вашему вниманию предоставляется eFootball Championship Open. Если вы увлекались онлайн игрой в 20-й части и в 21-й части, то для вас это eFootball Open Season. И что же из себя представляет данное мероприятие? Оно представляет из себя 3 раунда и 4-й заключительный в виде грандиозного финала, в котором вы поборетесь за звание одного из чемпионов eFootball Championship Open. Соответственно, первый раунд уже доступен в игре и что он из себя представляет? Ну, во-первых, он будет действовать в рамках 6 дней, а именно с 27 июня по 3 июля. В рамках данного ивента, так же как и в прочих ивентах, у нас есть 3 этапа. Первый этап это забить 1 гол в 5 матчах, второй этап это заработать 3 очка в 5 матчах и третий этап это заработать 6 очков в 5 матчах. За каждый из этих этапов полагается награда. Первый этап 500 очков eFootball, второй этап 1000 очков eFootball, третий этап 1000 очков eFootball. В общей сложности 2500 за все 3 этапа. Второй этап уже стартует 7 июля по 11 число и уже второй раунд будет представлять из себя непосредственные игры между участниками с отбором самых лучших, а если быть точным, то только восьмерки лучших игроков, которые проходят в третий раунд. Все кто принял участие в первом раунде автоматически переносятся на второй раунд, поэтому скорее всего подбор игроков будет достаточно широким. И восьмерка лучших будет выбираться из большого спектра игроков на каждый из платформ. PlayStation, Xbox, Steam и даже Mobile. Третий и заключительный этап, если не считать тот же самый финал, но в рамках общих этапов третий является финальным. Он пройдет с 30 июля по 31 июля. И опять-таки это будет отбор лучших из лучших. Теперь восьмерки, которые были отобраны с каждой платформы, будут играть между собой, чтобы выделить одного из самых лучших. Ну и после этого стартует уже окончательный финальный этап соревнований, где вы поборетесь за звание самого лучшего. Вам будет необходимо выбрать один из клубов, которые участвуют в eFootball Championship Open, это Barcelona, MU, Bavaria, Arsenal и так далее. И построить состав из игроков этой команды, то есть вы должны составить определенную команду, а не случайных игроков. И по итогу совокупная сила вашей команды не должна превышать 2-300 единиц. Так же как и третий этап, финальный этап будет длиться только один день, а в частности с 13 августа по 14 число. И опять-таки оно будет проводиться на всех платформах. Ну и как-то вот так вот. Обязательно в комментариях пишите, что вы думаете по поводу стартовавшего ивента, будете ли вы принимать в нем участие и как далеко рассчитываете зайти. Думаете остановитесь в втором этапе, может быть на третьем, может быть и вовсе дойдете до финала, кто знает. Поэтому обязательно поделитесь в комментариях. Не забывать поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку ваша активность это крайне важно для развития этого канала. Ну и если вы здесь впервые, то конечно же подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все. Я благодарю вас всех за просмотр. Желаю вам всем удачи в игре. И услышимся уже скоро. Всем пока дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok